закончили выступление к настоящему моменту. Швейцарцы на льду. Леони Крайль и Оскар Петер. Достаточно опытная пара. Пара, которая тренируется у Натальи Леничук и Геннадия Карпоносова. Но, тем не менее, несмотря на то, что опыта у этих спортсменов побольше, чем у Климова и Палумяки, тем не менее, свой личный рекорд они имеют ниже уровня 16-17-летних спортсменов из Финляндии. Всего лишь 22,38. За обязательный танец, конечно же. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Заканчивается выступление последней пары в первой разминке. В первой разминке представлены страны и фигуристы из тех стран, которые имеют всего лишь по одному месту на чемпионатах Европы в спортивных танцах. И поэтому можем уже сказать, что хозяева свое от выступали в обязательном танце. И та финская публика, те зрители, которые решили пропустить начало соревнований, уже не имеют возможности поболеть за своих. Своими для финнов являются Оксана Климова и Саша Палумяки, и Эстония, и Греция, и Финляндия, и Швейцария. Спортсмены, которые только-только выполнили свой вариант финстепа, имеют всего лишь по одному месту на чемпионатах Европы. Как и многие партнеры, Левник Оскар Петр, простите, выступал довольно долго как одиночник и даже добивался некоторых успехов на одиночном уровне. В частности, был 21-м на чемпионате мира среди юниоров в 1999 году, а в 2000-м уже среди взрослых пробился на первенство Старого Света и занял там 30-е место. Но потом, в 2004-м году, пара стала танцевать вместе, и последние два года не имеет конкурентов на национальном уровне. Леони Крайль и Оскар Петр являются чемпионами Швейцарии сезонов 2008 и 2009 годов. Дебютировав на чемпионате мира 2008 года, Крайль и Петр заняли 24-е место. И 22-88 это лучший результат в истории танцевальной карьеры этой пары. Леони Крайль и Оскар Петр добиваются своего лучшего результата за обязательный танец. И мы можем констатировать, что финстеп, как минимум швейцарцам, принес очень неплохой результат. И уже сейчас мы...